Привет! Делюсь с вами моментами морской рыбалки, на которую я с моими друзьями ходил весной 2020 года к восточной части Кледина. Трудное и волнительное время весна 2020 года. Продолжаются ограничения свобод передвижения людей в цели борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Но не пандемия заботит рыбаков Кольского края, приближающаяся тресковая ежегодная рыбалка. И возможность в условиях запрета и ограничений, связанных с пандемией, на выход в море. И такая возможность у рыбаков появилась. Правительством Мурской области принято решение на разрешение лова рыбы в море жителям Мурманской области. При этом нужно соблюсти ряд условий, но это уже пустяк. Считаем возможным к выходным разрешить такую рыбалку, но исключительно для местных жителей. Кольский залив превратился в автобан для маломерных судов. Рыбаки на всевозможных катерах и лодках устремились в море за желанным ловом. Кельдин – это остров Баренцева моря, находящийся на отдалении полутора километров от материковой части Кольского полуострова. До восточной его оконечности мы добирались на шестиметровом рибе с мотором 100 лошадиных сил. Выходили из Североморска. Путь по Кольскому заливу и Кельдинскому проливу до места рыбалки занялся около полутора часов. На выходе с причала море встретило нас ветром, с дождем и снегом, но по прибытию на место ветер подуспокоился. Но по-прежнему накат волны был около полутора метров. Пока шли, было даже немного волнительно из-за таких волн, так как с морем я только дружусь. До этого момента на рибе в море мне выходить не приходилось, но я ходил по морю неоднократно на других судах. Это со мной и сыграло злую шутку, а также повлияло на наличие видеоматериалов с вываживанием с морских глубин трески и зубатки. Пока шли и какое-то время от начала рыбалки все было окей, но потом я пожалел, что перед выходом не принял драмину, таблетки от укачивания. Дальше рыбалка проходила очень весело для моих друзей и сытно для них, и ловисто для нас всех. Смотрит телефон, там где-то у нас теризерка, где-то вот еще шатается, вот она, вот она, вот так вот. В общем, кинули парашют, сейчас попробуем что-нибудь поймать. Ну, собственно говоря, и все. Ром, привязал? Кидай. Еще не привязался, еще дел. Они по телевизору. Рыба ловилась очень хорошо. На снасти садилась до трех хвостов. Клев рыбы проходил на глубине от 70 до 100 метров. В основном ловили стандарт от 2 до 4 килограмм, но также удалось поймать и пару хороших трофеев. К обеду клев спал. Мы собрали снасти и отправились домой. Лишь спрятавшись за кельдин, реально стабилизировалось. Желудок напомнил, что он хочет есть, а глаза заметили всю красоту нас окружающую. На пути нам попадались и стая дельфинов, которая пересекла путь нашей лодки, а также кит и касатка, которые охотили за рыбой рядом с нами. Но, к сожалению, ввиду их непродолжительного появления, заснять их не удалось. Но увидеть вживую ни с каким видео не идет сравнение. Лучшее время для ловли трески, на мой взгляд, это апрель-май, так как следом за мойвой, идущий на нерес, устремляется и треска. В это время возможна встреча наибольшего количества рыбаков, а улов чаще всего наиболее богат. Пошло? Да, короче, вот так вот отрыбачились. Поймали пару хвостов. Пару хвостов. Тут и там. Крокодилы. Бегемоты. Толпачаек. Чельдин. Всякие такие крокодилы. Я тут тоже есть. Это не только голос. Блин, хочу ту фотку. А вы пробовали треску, пойманную своими руками в море? Какое это удовольствие наслаждаться пищей, которую сам добыл и принес домой. Игорь Негода. Жареный стейк настолько нежен, что просто тает картофель. Ну что же, друзья, удачи вам на рыбалке и расположении морского царя. До новых встреч и пока! Субтитры создавал DimaTorzok